С дочкой рисовали ёлку. А как нарисуем белый снег? В её вопросе искренне и смело Огромный мир безудержно вставал. Вот где проблема. Белая на белом. А мы, сантехник, премия, провал. Конечно, нужно и домой пораньше, и свеженькой капусты на салат, но где-то там, в моём уже вчерашнем, я точно так же был когда-то рад, когда искал и сомневался снова, ещё не веря в то, что я поэт, я находил чарующее слово, как дочь моя сейчас находит цвет. А после жизнь вошла в меня по венам заботы, беды, страсти, кутерьма. Я разучился. Белый на белом. И не ответил дочке. Пусть сама. А дочь ответом смелым небывалым уже готовит к вечности прыжок. Она его нарисовала Аллой. Так, можно? Можно. Это твой снежок. Аплодисменты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пляшет ветер в изобрудной роще, Шлет привет красавцу-журавлю. С каждым годом все нежней и проще Рифмы к бесконечному люблю. И уже не споришь сам с собою, И слова рняешь не взначай, И любовь рифмуется не с болью, А с каким-то странным вкусным чаем. А искатель спрятанного рифма, Строгий критик, признанный беда, Спросит, ну простите, где же рифма? Это же какой-то авангард. Рифма там. И тяните пальцем в небо, Пусть поищет в отпрысках за рифм. Ничего от критика не требует, Ничего ему не говори, Не ищи ответов книжной толщи, И слова не связывай петлю. С каждым годом все острей и тоньше. Рифмы к бесконечному люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда ты коснешься моих полусогнутых плеч И даже не будешь пытаться расправить тугу, Я вспомню другую, забытую, тихую речь, Звучавшую мне на вдали, на морском берегу. И я догадаюсь, что это, наверное, санскрит. А день под нависшей скалою, наверное, ты. И мы в тишине, только берег морской говорим. Но голос его посильнее любой суеты, И голос его не прервет ни вредатель, ни хаву, И руки твои будут так же сильны и нежны. Я вспомню о том, как в море учился стихам, И только лишь после, к шатрийским искусствам войны. Я вспомню, как ты говорила, всегда помогу. Я вспомню, как вечно умела хранить и беречь. И встану, и сам через боль дно расправлю тугу, Когда ты коснешься моих пугусовых речей. Субтитры создавал DimaTorzok И если было все-таки в начале живое слово, Библии и любвет, То почему весной ручьи журчали, Достаточно, чтоб звать себя поэт. Писал и верил. А вот знал ли рост их, И что за силы зрели подо льдом, Ведь за журчанием что-то будет после, Как точно так же что-то было до. Живой ручей к своим вплетаю в строки, Метафора, и горы по плечу. Я знать хочу, где у ручьев в устоке, Да что там знать, я к нему припасть хочу, Живу сейчас, какое там навеки, Я на нижней эпохою пропах, Я знать хочу, что орошают реки, И что за травы вырастут в лугах. Ручьи журчат, И в этом разговоре что мы постигнем, Что мы унесем? Ручьи журчат, А что это манит море? Неужто притяжение? И все? Плыву в ручьях, Минуя жизни ритмы, И если нужно, Вот моё плечо. Ручьи журчат, Видимо, Для ритмы, Но, Может быть, Зачем-нибудь Еще? Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Старый Мухаришин Касается пальцем своих ног И нажимает на точки, Якобы отвечающие за прозрение. Старый Мухаришин говорит, Что в каждом есть Бог, А имя его Зависит от точки зрения. Старый Мухаришин говорит, Что не важен сам, Важно лишь поступать По совести и по чести. Старый Мухаришин говорит, Что есть много асан, Но самое важное Сидеть на своем месте. Продюсер врывается в камеру На передний план. Это теория, А практику увидеть, Хотите ли? Из джунгля Выползает Сиренево-сизый туман. Работают бутафоры И очень дорогостоящие Осветители. Продюсер Неловко шепчет, Ваш номер пустой. Нынешнего человека Не очень заботит Слово. Поймите нас правильно, Возможно, Вы и правда Святой, Но рейтинги Телеканалов Требуют Немного Иного. Старый Мухаришин Позабыл, Что такое Аплант. В глазах Его отцвет Чего-то светлого И большого. Я учился В Оксморде. Могу показать Неплох. Мне не нужно Рассказывать. Я знаю, Что такое Желт. Всем нам Однажды воздастся За бой И за труд. Все мы В конечном итоге Странники Или гости. Старый Мухаришин В течение сорока минут Выдыхает огонь, Переломывает Пальцами Гвозди. Съемки Окончены. Вы забыли Свой гонорар. Джунгли Светлеет, Гималай Становится Лучше. Мудрец Уходит, Так И не показав Свой дар. И только Облако Остается На месте Старого Мухариши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Пришел философ. Остановился, поглядел вокруг и в позе снисходительно надменной спросил, а вот скажи-ка мне, мой друг, что по себе оставишь во вселенной? Старик в ответ, да вот, сажай в сад. Философ, подружись-то лучше с книгой. Ты видишь, птицы в облаках парят, а ты в земле копаешься с мотыгой. Все это бредность. То есть суета. Сад зарастет травой, как наши кости, а птицы, понимаешь, неспроста. Избив с кустов, росут ударом трости. Ушел философ что-то постигать или уже постигший все на свете. Старик ботыгал руки, взял опять и прошептал кустам, растите, дети. Сто лет прошло. Меняли мы не раз за это время веру, и идею. Опять весна настала. Знойный час. И я взаду. Сажаю орхидею. А мне навстречу по аллее рос, как будто бы по вечности нетленной философ. И знакомый мне вопрос, что по себе оставишь во вселенной. Стоит надменно книгу деревян, а где попросил стаканчик чая. Я узнаю в философе себя и улыбаюсь и не отвечаю. Что-то McCain-양ет. И сон-а. Их-плэт- options. Что-то healthcare. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Несостоявшаяся редакция. Легендарный составитель Махабхараты обращается к одному из участников, описываемых собой земли. А люди расскажут, мол, боги во всем виноваты. Мол, что мы смогли, коль бессмертные строят интриги. А хочешь, яблочек, пунктрусость из Махабхараты? Что стоит мне слово убрать из какой-то там книги? Обидно остаться в истории вечным изгоем. Давай этих смертных покроем каким-нибудь лаком. А хочешь, добавлю про то, как ты плакал пред боем? Да я понимаю, что бог, но ведь правда же плакал. За что мы, людей? Ведь они же ни в чем не повинны. Ведь это лишь мы понимаем, что каждый в ответе. Да знаю, я знаю, у совести нет половины. Но время придет, и у смертных появятся дети. И что им? Тащить на себе до скончания века проклятие отцов, заявивших, да что мы смогли бы? Да знаю, знаю. Зависит все от человека. Но сам человек, посмотри, молчаливее рыбы. Ведь он же не верит ни в силу астрального тела, ни в слово, которое разве что сердцем измеришь. Оставить как есть, чтобы помнили, чтобы болело. Ах, чтобы росли, осознали, ты сам это веришь. Да что ты заладил про эту бессмертную память? Мы сами уже, как все было, припомним едва лишь. А я ведь редактор на то и живу, чтобы править. Так что, не вычеркивать трусость, оставить как знаешь. С каждым днем ухожу. С каждым днем все острее закат. И чего не смогу, не смогу уже ныне и пресно. Кто-то скажет мне в спину, наверное, он сам виноват, Что найти не сумел в родниках первозданного смысла. Ну, конечно же, сам. Только что я искал в родниках? Или что я нашел, что меня на закат потянуло? Может, ветер меня ухачал на незримых руках? Или вдаль повлекло ко мне падами горного гула? С каждым днем навсегда. И себя не оставить нигде. Раствориться во снах, без тревоги, мольбы или страха. И не будет следа на земле, на песке, на воде. Только чей-то просвет. Или четкий в руках ума нах. И не будет следа на земле. 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 Могила — ложь, бессилие — не верю, Но кем твоя напишется строка? Кому подвластен ангелы, зверю, Твой вечный дух, прошедший сквозь века? Что этой жизнью сможешь приумножить Отчаяние сердца соскребя? Никто тебя не сможет уничтожить, Покуда сам не вычеркнешь себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, наши дорогие зрители. АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще раз хочу представить тех, кто послушает музыкальную программу, музыкально-техническую программу «Будь красным волосом». Это поэт Виталий Ковальчук, посреди сборных геологических стихов, музыкальных листов, которые по этим стихам так называются «Будь красным волосом». И если у вас есть желание послушать такие мелодикламации, не только здесь подходите, обращайтесь, есть сборники стихов, есть диски. Этнические флейты. Алексей Шучко. Это удивительный человек, который эти флейты делается, изучая систему, изучая темы процентические, которые существуют. И вот у нас возникают такие из бамбука удивительные инструменты. Если я больше дышу с флейтами, готова к более европейскому стилю, то Леша как раз делает петнику. Инструменты за душу. Вместе с нами выступала Елена Кафанова, вам уже сказали, что есть аудиоальбом, который вы здесь можете приобрести. Мы уже давно сотрудничаем с их группой «Фолкгруппа Крайна». У нас периодически происходит ротация состава, но, во всяком случае, мы нашли, на наш взгляд, достаточно интересный подход к исполнению стихов и музыкальной составляющей. И вместе мы пытаемся это показывать, находим какую-то свою гармонию. Нам будет очень приятно, если мы смогли это перед этим сделать. Спасибо. Спасибо вам. Есть у кого-то интересные флейты, и у разных флейтов, азербайские, этнические? Подходите. Будем рады вам что-то рассказать, показать. Спасибо. 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 Спасибо.